Когда человек находится в состоянии, которое как бы, ну, дезориентированно, он не понимает, что он, где он, потому что когда просыпаются, очень многие удивляются, где они оказались, почему. К нам доставляются пациенты, которые не способны передвигаться и ориентироваться в обстановке, в принципе, сотрудниками или полиции, или скорой помощи. Пациентов отсматривают на наличие травм, повреждений и все остальное, на отсутствие противопоказаний, потому что медицинскую помощь мы здесь не оказываем, только вытрезвление. Пациент по желанию, если он желает находиться, помещается для вытрезвления в палату. Период вытрезвления составляет от 3 до 5-6 часов, максимально могут находиться до суток. Никого мы не выпроваживаем после вытрезвления. Люди, ну, пациентам предлагается, сообщают данные, вызываем или родственников самостоятельно, тем более зимой никого никуда не отпускаем. Забирают или родственники, или знакомые, или друзья. Если возникают какие-то осложнения, ну, в дальнейшем, до этого смотрели, все нормально, на нас вызывается скорая помощь, которая в течение 3-5 минут уже к нам заезжает, потому что достаточно близко, взаимоотношения налажены. Необходим, конечно, метод-резвитель, потому что, в принципе, город большой, ситуации разные возникают. Ну, чаще всего, ну, бывает и выпивают, особенно в зимнее время, ну, да и летнее тоже, в принципе, от этого не зависит. На корпоративу где-то теряются, засыпают на лавочках, конечно, такое нужно. Ну, были граждане, которые после кафе, например, уснул на красном на лавочке, проснулся у нас, достаточно порядочный человек, с документами, с телефонами, слава богу, ничего с ним там не случилось. Хорошо, граждане у нас его заметили, сотрудники полиции привезли, поместили. Но он, состояние было, что он вообще, когда проснулся у нас, очень удивился, где он вообще находится. Для него был полным шоком, он клялся, божился, что такого никогда в жизни не произойдет, это случайно. В смене у нас дежурят круглосуточно, дежурит дежурный врач, дежурная медсестра, уборщик служебных помещений, ну, и охранник. Когда при поступлении к нам у нас в структуре есть химико-токсикологическая лаборатория, малая, мы можем тут же на месте определить. Потому что бывает состояние одурманивания, опьянения, а запаха или в выдыхаемом воздухе нет алкоголя. Такое тоже бывает, ну, не часто, но встречалось. Вот. Поэтому мы тут же можем определить, какое это опьянение, если наркологическое, ну, токсикологическое, связанное с употреблением там или наркотиков, или других каких-то веществ, мы отправляем на тракторный. Контингент у нас достаточно разный от возрастной категории, ну, старше, наверное, 30-ти и до 70-ти. Все возрастают. Уж кто к нам попадает уже, не те, которые пьяные, которые, ну, неадекватно себя ведут, оскорбляют. Те, кто именно побыли, поспали, при том отношении, в принципе, достаточно за ними идут, как за малыми детьми. Вот. Ездят и купают, если что, и, ну, понимаете, в пьяном состоянии человек, когда могут быть всякие физиологические. И, в принципе, достаточно часто говорят спасибо. Мы максимально можем принимать до 20-ти, но такого цифры не было никогда. Ну, 1-2 – это максимум, что в день может быть. Обычно это в вечерние часы, ближе там уже к ночным, можно сказать. Субтитры сделал DimaTorzok